Юрген Клоп Юрген Клоп В общем, мы постоянно видим друг друга, созваниваемся по видеосвязи, но все же это совсем не то. Вернуться на тренировочную базу и заниматься обычными делами. Вот почему я соскучился. Я слышал, что недавно ты пересекся со Стивеном Джерардом. Расскажи, как это было? Это интересно, я ведь живу в городе уже пять лет, и я ни разу не пересекался со Стивеном. Более того, я живу в доме, который построил Джерард. Его купил Брэндон Роджерс, и сейчас я его арендую. Но с самим Стивеном я никогда не общался. Я всегда видел его издалека. Он гулял вместе со своими детьми, или со своей женой. То есть между нами всегда была дистанция. И не было возможности перекинуться парой слов. Но даже эти встречи всегда приятны мне. Я восхищался им как футболистом. И когда познакомился с ним, понял, что он милый парень. Юрген, я думаю, вы понимаете, все в Ливерпуле очень заждались победы в АПЛ. Ваша команда была крайне близка к этой победе. Но затем чемпионат был остановлен. Вы все еще на расстоянии нескольких побед от трофея. Мы не знаем, когда чемпионат будет перезапущен. Но когда это случится, как вы думаете, ваши футболисты будут готовы как ментально, так и физически? Да, конечно. В футболе все находятся в одинаковых условиях. Тебе не нужно выходить на матч в лучшей форме всех времен. Тебе нужно выходить на матч в лучшей возможной форме. И опять же, все команды находятся в равных условиях. У них будет столько же времени на подготовку, сколько и у нас. Мы лишь должны подстраиваться под те условия, в которых оказались. Так что скажу только то, что мы выйдем на поле в лучшей возможной физической форме. За последние два месяца я много общался с главными тренерами футбольных клубов Англии. Все они пытаются извлечь максимальную пользу из того времени, что проводят дома. Учатся чему-то новому и все такое. Расскажи, какие возможности подарило тебе это время? Или, возможно, ты использовал его для оценки проделанной работы? Нет, я не из тех людей, которые строят долгие планы на будущее. Или думают о своем прошлом. Я не такой. Очевидно, что я долгое время нахожусь дома. В моей жизни такого никогда не было. Из-за напряженного графика. Я старался лишь насладиться этим временем. За это время я немного нового узнал. Кроме того, что Гарри Невилл, оказывается, имеет мнение по любому поводу. По любому вопросу. И это удивительно. Но в целом, да, я мало чему научился. Я хорошо себя знаю, мне 52 года. Я знаю, что раньше я справлялся со сложными ситуациями. И сейчас как раз одна из таких ситуаций. И не только для меня и моей семьи. А для всех. Для всей планеты. Честно скажу, что я горжусь тем, как наше общество справляется с пандемией. Конечно же, люди не идеальны. Мы всегда будем допускать ошибки. Но в том положении, в котором мы оказались, мы поняли, насколько тесно мы с друг другом связаны. Так что положительные стороны тоже есть. И их много. За это время мы многое узнали о самих себе. И я уверен, что полученный опыт будет полезен. Видео переведено и озвучено специально для канала SportUA. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok